Ток-шоу Сергея Зацепина. Будь в центре событий. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 15.90am на нашем веб-сайте radioinvc.com, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале. И у меня сегодня вновь замечательная собеседница Валентина Руденко, советник президента Ющенко, автор сценария к замечательному фильму «Мама», который, кстати, рекомендую вам посмотреть. Если вы еще не посмотрели на YouTube, можете найти. Так и называется «Мама». Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Поговорим мы сегодня, ну, конечно же, прежде всего о том, что происходит в Украине, какие ожидания. И, наверное, не можем обойти стороной и вчерашний день во всей Европе и в Америке. Этот день отмечают 8 мая, а вот, скажем, на территории бывшего Советского Союза его всегда отмечали 9 мая, День Победы. И я вчера уже говорил, мы в беседе с Иваном Денисовым, я сказал, какое-то у меня странное чувство, если раньше у меня не вызывало никаких сомнений. То есть, однозначно, это праздник. Это праздник, это День Победы, это счастье, это со слезами на глазах, это грустный праздник, радостный праздник. А вчера у меня какая-то тревога прям. Вот с утра проснулся с чувством тревоги. Давайте, наверное, начнём с этой даты, 9 мая, а потом уже перейдём к событиям в Украине. Ваше... Да, я думаю, что ваше чувство тревоги, это, я так предполагаю, оно ровно потому, что вы не знаете, что произойдёт в этот день. В этот день обычно, это прекрасный весенний день, обычно наши ветераны шли колонной, ну, кто был в состоянии, условно говоря, 10 лет назад, ну, ещё 5 лет назад, сейчас бы, наверное, они не шли, их бы, наверное, подвозили. Во всяком случае, у нас в Киеве их везли, их приветствовал президент, приветствовали люди. В общем, это прекрасный весенний праздник. А сейчас у вас чувство тревоги, и у нас у всех чувство тревоги, потому что мы не знаем, что будет в этот день. В этот день должен выступить диктатор, этот фашист и этот человек, который в состоянии устраивать, как они говорят, в соседнем братском государстве геноцид. Так вот этот человек должен выйти и что-то должен был сказать миру. И мир с ужасом ждал, что этот нелюдь, нелюдь скажет. Потому что уже за спиной у всего мира 75 дней войны, вчера ровно было 75, и мы уже видели, на какие ужасы способен пойти этот человек, его армия, и не побоюсь этого слова, это страна, которая вот теперь воспитана его 20-летним правлением, вот в этом ужасе тоталитаризма, в ужасе вот этого русского фашизма. Понимаете? Страна-победитель фашизма сама превратилась в фашистское государство. И если раньше внуки шли с портретами дедов, то сейчас уже деды идут с портретами, могли бы идти с портретами своих внуков, которые погибли в Украине, потому что они пришли на чужую землю и там сложили свои головы. И мы не знали, что скажет вчера этот человек. Каждый из нас переживал, что он объявит, что ему взбредёт в его нездоровую голову, в его нездоровую психику. И мне жалко весь мир. И не только потому, что мы все под огромным риском, но ещё и потому, что весь мир допустил до того, что вот этот нездоровый дед выйдет, и что он будет там версти, и чем он будет нам угрожать. Понимаете? И поэтому мы все были в тревоге. И мы до сих пор в тревоге, потому что у нас война, но весь мир был в напряжении. Это правда. И поэтому, Сергей, я думаю, вы тоже были в таком состоянии, потому что каждый здравомыслящий человек должен понимать. И насчёт этого ядерного удара, и насчёт этих всех идиотских его обещаний, и идиотских угроз, каждый из нас находился в состоянии испуга, тревоги, такого, знаете, внутреннего тремела. Как это будет? Что это будет? Вот так вот, я думаю. Да. Ну, скорее всего, да. А как в Украине проходил этот день? Тоже, очевидно, народ, люди ждали чего-то, какой-то либо провокации, либо атаки. То есть тоже, очевидно, тревожно было. Да, было очень тревожно. И я вам скажу, были и провокации, и была тревога, потому что… Ой, у меня сейчас одну секундочку. У меня разряжается телефон. Тут мне пишет. Ой, телефон, прибор. По правилам. Потому что Одесса вчера как раз была подвержена ударам. Там вчера разбомбили торговый центр, огромный, развлекательный, вернее, центр. В одном из районов Одессы, один из первых, большой, прекрасный торговый центр, в котором был развлекательный центр. Люди ходили туда в кино. Вот, значит, он был подвержен атаке. А также наши, как потом пишут, объекты туристического бизнеса, непосредственно, это там возле Одессы у нас есть такое прекрасное место, которое называется Затока. Оно, вот если ему дать полное развитие, это такой там пляж, он очень напоминает ваш американский Майами с огромной полосой песка, с прекрасными этими экзотическими растениями. Там сейчас начали его уже, эту местность начали как-то последнее время приводить в порядок, там построили прекрасные отели. Вот вчера это всё было разнесено. Такое у нас было вчера, 9 мая. Это, будем говорить, в зоне невоенных действий. Это вот такие шли тяжёлые обстрелы ракетные. Ну а на фронте там свои были события. И фронт, он действительно каждый день двигается то в одну сторону, то в другую. Вот, и там были тоже бои. Естественно, сейчас вот эта так называемая вторая фаза на Донбассе. Ну и, конечно, продолжает нам всем болеть это Мариуполь. Потому что ни к чему невозможно прийти, ни к каким вообще договорам. Гуманитарные коридоры не работают. Уже вмешиваются все. Вы же знаете, уже приезжал и Гутерриш, это организация обмененных наций, и Красный Крест, и ну все. И уже Эрдоган, президент Турции, вмешивался в этот вопрос, потому что там большие турецкие поселения есть. Греция просила, потому что Мариуполь – это старинный греческий город, да там несколько просто районов возле Мариуполя, где живут греки, такие черта оседлости. Ничего не работает, ничего невозможно сделать. Жесточайшие бомбёжки. Практически все мирное население под вот этими бомбёжками, много раз обстрелянное оттуда, как-то вывезли. Я имею в виду гражданские лица, которые находились в этих катакомбах, азов-стали. А Путин сказал, что военные должны сдаться в плен. Естественно, никто не собирается никуда сдаваться, потому что сдаться – это то же самое, что смерть. Потому что эти нелюди, они ужасно ведут себя с пленными. Никакие женевские конвенции, никакие другие вещи не выполняются. И поэтому плен – это не вариант. Наши защитники Мариуполя, защитники азов-стали, сказали, что мы будем стоять до конца. И, конечно, сегодня вооружённые силы Украины и главнокомандующие, и начальники штабов все думают о том, как можно было бы эвакуировать оттуда военных или как их вывести и по этой формуле экстрадишн через Турцию или как-то там ещё. В общем, пытаются что-то сделать, но пока результата нет никакого положительного. Всё очень драматично, трагично, можно сказать. Про вчерашнее 9 мая, Сергей, я скажу вот коротко. Наш президент вышел вчера на Крещатик. Людей мирных не подвергали опасности, потому что если устраивать какие-то праздники на Крещатике, мы же понимаем, что эти нелюди могут это всё обстрелять, начать ракеты, пускать или ещё что-нибудь. Они же это постоянно проделывают в других районах. И с Киевом то же самое происходит. В Киеве, например, вчера звучала 5 раз военная тревога. Поэтому что может произойти? Может произойти всё что угодно. Да, ему президент один в военной форме вышел на Крещатик и сказал, вот здесь у нас место силы. Это наше место, где мы будем праздновать ещё не один пора. Наверное, будет другая дата, потому что у нас уже сейчас будет новая победа. К сожалению, мы за неё отдаём такую высокую цену. И мы этих людей, которые сейчас воюют и которые уже погибли, мы будем их чествовать, будем их вспоминать. Наверное, будет другая какая-то дата. А всем погибшим во Второй мировой войне мы воздаём всё, что обычно — добрую память, вечную славу и вечное наше воспоминание. Потому что в Украине очень тоже была высокая цена этой победы во Второй мировой войне. Украина отдала где-то порядка 20 миллионов погибших. Это были и оккупированные территории, и, конечно, воины Красной Армии, которая наполнялась по полной программе украинскими участниками Красной Армии, украинскими бойцами. Забирали всех. Вы же знаете, и колхозников, и горожан. И Украина никогда, никто нигде не отсиживался. Украина воевала во Второй мировой войне. И поэтому для нас всегда была оскорбительная, ещё с начала нулевых годов, позиция нового президента России, который сменил Ельцина, о том, что мы бы и без Украины победили. Он однажды просто ляпнул такое, понимаете. И это очень оскорбило тогда украинцев. И мы понимаем, нас всегда нивелировали как участников Второй мировой войны. Но это всё неправда. Украина участвовала, и мы всегда будем чтить наших павших героев. Потому что у нас тоже была очень высокая цена. 20 миллионов – это, в общем, такая цифра, от которой наша страна только-только начала оправляться через 70-80 лет. И тут вот опять у нас война с нашими, с позволения сказать, как они себя называют братьями. Никакие они нам не братья. Не будут они нам уже братья. Вы упомянули, что в своей речи президент Зеленский сказал о новых победах. Какое-то время назад велись переговоры. Я не знаю, ведутся ли сейчас переговоры, или они на самом деле как бы заморожены. И если они заморожены, и если говорить о новых победах, то как вам видится, как может закончиться война, ну вот скажем, победой Украины в этой войне? Как вы себе это представляете? Сергей, наш президент, он говорит о том, что переговорная часть это сейчас очень сложная история с переговорами. Потому что на переговорах люди разговаривают тогда, когда есть о чём говорить. Понимаете? Когда одна сторона слышит другую сторону. Совершенно российская сторона нас не слышит. Они выходят на переговоры, и тут же начинаются эти бомбёжки и обстрелы. Но вчера, вчера в Одессе был премьер-министр Украины и глава Европейской Рады. Как это будет? Парламент Европейского? Европейского парламента? Да, Европейского парламента. Мишель, забыла фамилию. Ну, короче. Вот этот французский человек, вот, они вчера с нашим премьер-министром были в Одессе. И вот в это время они начали жесточайший обстрел, ракетный обстрел Одессы. И этот человек, Шарль-Мишель, вот я вспомнила. Да, они с нашим премьер-министром были в убежище. Ну, наш премьер-министр, ему не привыкать, у него каждый день проходит в убежище, или там они находятся все в специальном бункере, где для них безопасно, где они могут работать. А вот Шарль-Мишель, человек приехал поддержать украинский народ. 9 мая он поехал в Одессу. Но ведь это же равно подвигу, понимаете, для человека, европейского чиновника, такого ранга. Он мог спокойно себе где-то в этот день провести этот день. он приехал и создать ситуацию, в которой эти люди были загнаны вот в этом подземелье, ну, потому что главой европейского парламента никто не будет рисковать. Поэтому его надо было надежно спрятать, и он там был, и не смог посмотреть Одессу, так как он хотел проехаться по Одессе, поддержать одесситов, которые так самоотверженно сейчас борются и закрывают свой город. Из Одессы очень мало людей уехало. Там очень много одесситов. Они там вся, понимаете, идюк в мешках с этим, с песком. Одесситы ко всему этому подходят с юмором и с иронией, как обычно. Они юморят. Ну, в общем, светлый, красивый город. Ну, Одесса, о чём мы говорим? Вся русская культура напитана одесским воздухом, но это же правда. Так вот, вот в этот день вот такое вот сотворили вчера, понимаете? Поэтому о переговорах говорить очень тяжело, потому что если они тут же сидят за столом переговоров и тут же идут жестокие обстрелы где-нибудь в каком-нибудь Харькове или обстреливают Киев, или там сносят уже Бучу или Ерпень и всё такое. Поэтому пока что все разговоры о переговорах, они буквально, как вы правильно сказали, заморожены, потому что разговаривать можно тогда, когда есть о чём говорить. Тем более встречаться с президентом. президенты, группы должны наработать какой-то материал, вот, а президенты уже должны разговаривать по факту. И я сегодня, буквально сегодня сделал заявление наш министр иностранных дел, который сказал, переговоры мы можем начать только в той ситуации, когда мы поймём, что Россия готова отойти на позиции 23 февраля, на те позиции, где была российская армия 23 февраля. А нет, мы будем воевать и, конечно, если в ситуации, в которой вот он, первая позиция, отойти на позиции 23 февраля, или и тогда мы можем разговаривать о переговорах, вести какие-то заключения каких-то мирных соглашений и думать о том, опять же, дипломатическо-переговорным путём о возврате Крыма и Донбасса, потому что этот вопрос никто не собирается оставлять. Но если мы воюем, значит, мы будем думать о том, как военным путём выдавить их из Херсонской области и Крыма и, соответственно, не дать выйти на вот эти административные кордоны Луганской и Донецкой областей. Хотя я должна сказать, что сейчас именно идут очень тяжёлые бои по этой, то, что называется, фазе номер два. Одни сообщения говорят о том, что в одних сообщениях я смотрю, уже говорят военные эксперты о том, что где-то армия Российской Федерации прорвалась в тыл наших войск со стороны Волновахии Попасны, а и перешли Северский Донецк. Другие пишут о том, что ничего подобного. Пока, в общем, ситуация такая не очень понятная, потому что я так понимаю, что там идут тяжелейшие бои и ситуация меняется постоянно. Тут они в одну сторону удвинули кордон на 10 километров, тут они в другую сторону, я имею в виду, линия боевых действий перемещается, и поэтому говорить очень тяжело, потому что, знаете, и военные эксперты тоже не сильно много сейчас говорят, потому что, чтобы не привлекать внимание врага, вот, уже много раз предупреждали, не называем населённые пункты, не показываем результаты обстрелов или что, для того, чтобы не давать врагу ещё лишнюю информацию. Поэтому всё очень скупо, но я так понимаю, что бои сейчас идут там очень тяжёлые, и северно-донецк, вот эти места, все счастья, вот этот вот Луганский этот регион, Луганской области особенно терпит такие катастрофические, там сейчас катастрофическая ситуация, там жителям уже практически невозможно эвакуироваться, потому что очень плотные обстрелы, ну, в общем, держимся всё равно. Я очень надеюсь, что наша армия не даст продвинуться русским войскам в тыл, в тыл вот этих вот наших стоящих там войск, и не дай Бог создать всё-таки вот эту дугу для пешеходов, для суходола, для перехода из Харькова в Мариуполь, и самое главное, не даст взять в окружение нашей группировки, которая там, их несколько. Думаю, этого не произойдёт. Ну, ситуация, очевидно, должна меняться, поскольку, судя по сообщениям, начинает поступать вооружение из Англии, из Австралии, из Германии, что-то там, при том, что они очень долго сопротивлялись, но похоже, что что-то сдвинулось с мёртвой точки. Мёртвой точки, Вчера подписан был закон Ленд-Лиз в США. Вот тут в Фейсбуке задают вопрос слушатель, который на Фейсбуке нас смотрит. Наше правительство выделило 600 миллионов долларов для отправки оружия в Украину, но с условием, что это оружие не будет вооружать полк Азов, который героически сопротивляется путинским расистам. Правда ли это? Я, честно говоря, не знаю. Я не видел так. Я не могу не подтвердить, не опровергнуть. Я не знаю. Я думаю, это вряд ли так, потому что, ну как это, диктовать стране, которая воюет, вот этим вы можете тут воевать, вот этим вы можете вот здесь воевать. Другое дело, что Ленд-Лиз подразумевает, собственно, как было и во время Второй мировой войны, вся техника и вооружение, которые не будут использованы в этой войне, должны вернуться, возвращать. Это правда. Но то, что кто-то будет диктовать, где, я думаю, это не так, где что использовать, потому что для этого есть главнокомандующие, начальники штабов, начальники группировок, командующие группировок. Поэтому я думаю, это вряд ли. Но я хочу сказать другое ещё, вдобавок к этому, потому что, Сергей, мы должны признать, что Украина мужественно боролась первые там 30-40 дней. И та помощь, которую мы получаем сейчас, ну в частности после Рамштайна, ну я имею в виду вот этой встречи в Рамштайне, где более 40 стран собрались и военные министры и министры иностранных дел решили о том, что Украине будем помогать, что называется, всем миром, потому что совершенно очевидно, стратегически это понятно, что Украина сегодня последняя баррикада и последний рубеж перед вот этой русской ордой, не побоюсь этого слова. Если Украина, не дай бог, пойдёт, то он, конечно, выйдет уже на кордоны не только там натовских стран, а я имею в виду, он уже пойдёт по всей Европе. Да куда он дойдёт? Ровно до того места, где его остановят. Понимаете? Но тогда остановить его будет намного сложнее. Сейчас они абсолютно все деморализованы, демотивированы. Его армия появилась, конечно, там есть вливания, и вот эти вот, про которых я говорила в этой нынешней фазе на донбасском направлении воюют, вот я говорила, возможно, там даже прорыв, это потому, что там может быть русский спецназ, который только что перебросили туда. Это свежая кровь, которую они влили. Вот. Так вот, вот эти все люди, они тогда, когда они ломанут в Европу, их остановить будет очень тяжело. Потому что сейчас, кроме вот этих спецназовцев, которых там небольшие группы, там они по нескольку тысяч, которыми обновили ту армию, которая, собственно, воюет, потому что воюют сегодня все те, кто зашли на украинскую территорию 24 февраля. Их там перебрасывают, они были под Киевом, теперь их перекинули под Харьков, оттуда их двигают на Донецкий, значит, Донецко-Луганский этот плацдарм. Вот. Но, в принципе, это все те же люди, кроме вот этих, как я говорю, небольших обливаний спецназовцев. А вот украинская армия, она совершенно по-другому выглядит. Это люди, которые воюют за свою землю, которые воюют своим духом и своим сердцем. А мы с вами знаем, это сказали давно многие военачальники, много веков назад. В войне побеждает не оружие, в войне побеждает дух. И Украина показала дух своих героев еще в первые 30-40 дней, когда мир посмотрел на это все. Ведь все же понимали, что Украине же отводили 72 часа. Но это же правда. И украинского оружия было не так много, но оно было. И была армия. Потому что за эти 8 лет армия украинская, конечно, реформировалась. Да, нам помогли союзники. Начиная где-то с октября до февраля поставлялось в Украину оружие. Но это не была та порция, условно говоря, те партии оружия, которые могли бы быть решающими. Решающим был героизм, мужество и самоотверженность наших военных. Но это правда. И только после этого, вот в Рамштайне, когда собрались, случился вот этот перелом. Это правда. И теперь оружие дают все. И будут давать ровно до тех пор, пока вот этих зверей не перебьют всех или не поставят на колени с тем, что они скажут «нет». Мы всё, мы сдаёмся. Понимаете? Но это то зверьё, которое… Я уже это… У меня такое выражение, с которым я живу. Везде написано, во всех библейских книжках, о том, что врага, человека, который пришёл забрать у тебя жизнь, ты можешь спастись только одним способом – забрать его жизнь. Других вариантов нету. И вот с этими людьми, которые пришли нас убивать, как говорила Голдебейр, договориться с человеком, который пришёл тебя убивать, невозможно. Это правда. И это точно соответствует тому, что мы имеем в этой войне с великим русским народом вместе с его великой культурой. Я всё это беру в кавычки. Это уже не так. Валентина, давайте, наверное, мы сделаем небольшой перерыв. У нас есть обязательства перед нашими рекламодателями. После чего вернёмся и продолжим. У нас, кстати, были попытки дозвониться до нас, но мне не хотелось вас прерывать. Если вы не возражаете, то, возможно, мы откроем линии, если… Сергей, давайте после перерыва у меня будет там один небольшой… Хорошо. Мы этого откроем. Хорошо. Хорошо договорились. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Напомню, со мной сегодня в эфире Валентина Руденко, советник президента Ющенко, автор сценария к фильму «Мама», который я вам очень рекомендую посмотреть. На YouTube вы можете посмотреть, она так и называется «Мама». Так, ну, а мы продолжим. Вы хотели что-то… Да. Я хотела сказать Сергею, у меня тут такая трагическая новость, потому что мы начинали эфир, её ещё не было. Вот буквально в те 20 минут, пока мы с вами разговаривали, мне только что сообщили, что умер Леонид Макарович Кравчук, первый президент Украины, который родился ещё в 1934 году, Болынское воеводство, это тогда была Польша, потом Болынь присоединили к Советскому Союзу, к Украине, он прожил длинную жизнь, умер на 89-м году своей жизни, и я считаю, что это был выдающийся человек, не только я так считаю, в истории Украины это выдающийся человек, и хочу выразить соболезнования всей его семье, его родным, близким и, конечно же, украинцам, потому что он один из старейших украинской, старейшин украинской политики, и когда украинская политика, и любая политика в любой стране остаётся без вот этих старейшин, без мудрейших, знаете, такое ощущение, что ты осиротил, это такое отцовство, и Кравчук, надо сказать, Леонид Макарович, очень в этой позиции, очень мудро всегда себя вёл, все его речи, все его, знаете, такие настановые, не пойму, как это по-русски сказать, настановые, они все всегда были вовремя, всегда были правильными, он не боялся никаких медиа, он всегда много общался с журналистами, он всегда общался, участвовал во всевозможных политических шоу, которых в Украине много, в отличие от России, где их ровно одно, у Соловьёва или два, там и у Скобеевой, а у нас было их много, и самых разных, на всех каналах, и везде он был всегда гостем, он всегда себя вёл, ещё раз повторяю, твёрдо, мудро, и очень по-украински, поэтому сегодня перестало биться его сердце, и это для нас, для Украины, особенно в такой тяжёлый момент, огромная потеря. Действительно, он стоял у истоков независимости Украины, первый президент Украины. Да. Мы тоже присоединяемся, мы тоже выражаем наше глубочайшее искреннее соболезнование семье и близким первого президента Украины. Да. У нас телефонные звонки, я не знаю, вы готовы к тому, чтобы... Можем попробовать. Давайте попробуем. Я только хочу предупредить наших радиослушателей, потому что я понимаю, что разные взгляды на то, что происходит в Украине, но я не позволю никому какого-либо хамства. Это точно. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемая Валентина, вы говорили, что Украина принимала участие в войне. Конечно, принимала. И как наиболее пострадавшая республика, Украина получила членство в ООН отдельно от Советского Союза. А вот насчет того, что Зеленский сказал, остановимся на разграничительной линии, мне кажется, это в корне неправильно. Почему нельзя отвоевать обратно весь Донбасс? Почему нужно подарить этим извергам собственную территорию? Я так думаю, но, конечно, может быть, многие не согласятся, что надо еще, может быть, несколько областей России как бы сказать, освободить и обменять на Крым. Но это уже, как говорится, дело политиков и дипломатов. Но, в принципе, мне кажется, это можно было бы сделать, была бы политическая воля. Спасибо большое. Спасибо и вам за вопрос. Он абсолютно такой украинский. Я, может быть, неправильно сказала или вы меня неправильно поняли? Я сказала о том, что Зеленский и вот сегодняшнее заявление нашего министра иностранных дел, они говорят оба, что переговоры можно начинать тогда, когда Россия готова уйти на позиции 23 февраля и на кордоны административных вот этих административные границы Луганска и Луганской и Донецкой так называемых республик, на которые они сейчас рвутся выйти. Это не реализуется. Возвращаемся на позиции, где была русская армия 23 февраля. После этого мы начинаем переговоры. А в результате переговоров мы ещё, конечно же, одна из позиций на этих переговорах это разговор о Крыме и о Донбассе. Если мирным путём, дипломатическим, этот разговор о Крыме и Донбассе мы не можем осуществить и ни до чего не договоримся, тогда мы будем это отжимать, я сказала, и выгонять их оттуда военным путём. И я очень надеюсь, что и Крым, и Донецкая, и Луганская республики перестанут существовать. Ну и Крым, конечно, вернётся в административные кордоны Украины. Это украинская земля, украинская территория. О чём мы говорим? И весь крымско-татарский народ с нами, он очень поддерживает, и сейчас они так самоотверженно тоже воюют. Поэтому всё будет, я думаю, вот именно об этом сценарии идёт речь. Но весь разговор с Россией можно начинать только с момента, как они готовы уйти на позиции 23 февраля. Потому что сегодня, как я говорила, когда идут вот такие тяжёлые бои и вот такие жестокие обстрелы мирного населения, убийства украинской инфраструктуры, всего. Только в Луганской области, в районе, в каком-то селе, я не помню, в каком, в рубежанском районе это рубежная Луганская область, 600 человек, около, 60 человек, 60 человек спрятались в школе, они туда шарахнули ракетой, все 60 человек погибли. Понимаете? Вот что они делают? Что? Какие бандеровцы могли быть? Какие националисты в этой несчастной рубежанской школе, чтобы их вот так взять и убить? Каких ещё они ищут, бандеровцы, в наших вообще там метро, в наших подвалах, где живут наши дети, где живут наши старики? Вот спросить у этих не людей можно? Я думаю, ответ понятен. Их надо всех уничтожить. Точка. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, слава Украине и вот тем борцам, которые всё время отстаивают точку зрения, надо вернуть все земли, захватить ещё пару земель. Знаете, в 2014 году, когда не позволили это сделать, в отличие от Кучмы, который не позволил Тулуз взять этот островок, нужно было просто думать о том, что нужно отстраивать Украину, строить Украину, а строить Украину и одновременно воевать никогда не получится ни у кого. Либо вы историю не знаете, либо у вас такой воинственный дух, потому что вы сами не воюете там. Но я вам напомню одну войну, которую проиграл Советский Союз в целом. это финская война 1939 года. Но финны, потеряв 11% территории и своих людей, решили строить Финляндию, а не продолжать воевать. Они отстояли тот рубеж, на который отошли, построили Финляндию, заключили договор с Советским Союзом в Москве. Москва оставила за собой 11% территории. И никто об этом не вспоминает. Но Финляндия сильная, независимая демократическая страна. Мы с какого-то времени все время накачиваем мускулы воевать, воевать, что, до последнего украинца? Ну, давайте. Надо же где-то каминсенс иметь. 14-й год показал, мы не готовы так воевать. Мы должны стать сильными. Спасибо. Я думаю, что, Валентина, вы поняли смысл сказанного, Значит, у меня тут есть вот какой момент. Я сказала о том, что, и об этом говорит наш президент, и об этом сегодня сказал наш министр иностранных иностранных Это имеется в виду забрать ту территорию, которая была в 2014 году оккупирована Россией и аннексирована. Вот имеется в виду, о чём речь. Но начинать все переговоры о перемирии во всём остальном можно только тогда, когда Россия будет готова вывести войска из тех на позиции 23 февраля. Вот эта фраза, которая прозвучала «Вы не воюете?» Может, потому что вы не воюете сами? Я не поняла этой фразы. Имеется в виду, что украинцы не воюют или имеется в виду, что мы получаем помощь от наших союзников? Так мы получаем помощь от наших союзников, ещё мы её не так, чтобы уже всю получили, но я очень хорошо помню, как в первые недели войны наш президент, обращаясь ко всем парламентам, включая, кстати, американский сенат, просил закрыть небо, дать нам технику, которая сможет создать вот этот военный железный купол и так дальше. Нам никто этого ничего не давал, мы воевали сами, действительно, очень большие жертвы мы понесли. Сейчас нам помогают, но мы не будем сейчас разбираться, помогают нам потому ли, что это всему миру сейчас выгодно, потому что чтобы воевала Украина, а мы будем ей помогать, потому что мы видим, какие украинцы воины, как они мужественно воюют и какой у них непобедимый дух. Это правда, и это тоже должен весь мир признать. И вот эта риторика российская, просто, знаете, одна из самых больших, один из больших гибридов этой войны, о том, что мы, русские, воюем не с Украиной, мы воюем с НАТО. Понимаете, они не воюют с НАТО, они воюют с Украиной, и они должны это признать, и они позорно проигрывают в этой войне, позорно, они бегут, ихний, этот Герасимов, новый ихний, который приезжал, где-то он там под Харьковом был или под Изюмом, бежал, когда начало стрелять в наши арта, как говорится, бежал, как молодой, написали русские эксперты, не то чтобы украинские, понимаете, они все будут бежать, те, кто уцелеет, кто не уцелеет, будут мертвыми. Так вот, я дальше хочу сказать, Украина будет воевать до тех пор, пока мы не освободим нашу страну от этих извергов, от этих людей, способных делать геноцид и нести фашизм по всему миру, мы будем воевать до тех пор, пока не освободим свою территорию, исконно украинскую, и Крым, и Донбасс, и весь мир нам будет помогать. Теперь по поводу того, что спросила предыдущая слушательница, как хорошо бы еще забрать все земли, которые были исконно украинскими, имеется в виду Краснодарский край, Ставропольский, Воронежская область, Ростовская область, там часть Ростовской области и так дальше. Я считаю, что Украина, как законопослушное государство и как международный партнер, будет выполнять все конвенции и все законы, которые были приняты после Второй мировой войны и мировой миропорядок, никогда не пострадают от инициативы Украины. Мы никогда не будем забирать то, что уже всеми конвенциями мировыми установлено. Это не наше, это уже чье-то, в данном случае российское. И по поводу финской войны. Финская война, она не была выиграна финским народом. У них тоже была потеряна территория. Мы с вами знаем и про Карелию, и про Ленинградскую область, ну вот эту там всю чухонь. Поэтому тоже все спорно. Просто в тот момент Сталина очень сильно отфлек Гитлер. И ему уже было не до маленькой Финляндии. Просто им повезло. Вот если бы этого нынешнего, прости господи, вот этого вот больного человека сейчас отвлек Китай, например, вот это была бы ровно та схема, которая работала в войне с Финляндией. Но Украина и без Китая справится. Спасибо всему миру, который нам помогает. Спасибо союзникам. Я надеюсь, что ленд-лиз, подписанный вчера американским президентом, заработает. И я думаю, мы справимся с этими ошметками могучей когда-то страны. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот считать, можно ли считать основную причину захвата Крыма в 2014 году то, что Украина не захотела продлевать аренду военной базы в Севастополе, в российскую военную базу. И первоначально не планировали россияне планировали перевести эту военную базу на российскую, но почему-то приостановились и в конечном итоге Путин захватил Крым. Если бы Украина предположим продлила бы аренду, то можно ли считать, что захвата Крыма не было? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я хочу сказать следующее. Президент Ющенко, с которым я работала в его администрации и была заместителем главы его администрации, очень много сделал для того, чтобы не продлевать договор аренды до 2017 года, который был подписан и был Кучмой с господи, с 97 по 2017. Это было 20 лет и истекали эти 20 лет в 2017 году. Россия очень включилась в выборы 2010 года и победа Януковича и невозможность Ющенко иметь вторую каденцию, потому что если бы он имел вторую каденцию, то точно Украина бы не продлила договор и, наверное, было бы тогда всё логично, как вы говорите. Они бы начали, русские бы начали войну, потому что Украина не продлевает договор аренды в Севастополе и в Крыму для своей военной базы морской и так дальше. Но Россия включилась в предвыборную кампанию. Она включалась в 2004 году, как известно. Дело дошло до отравления кандидатов президента Ющенко, но он по счастью выжил и выиграл у Януковича. Вот в 2010 году они все пять лет Украину кормили гибридами, всеми этими всевозможными медийными атаками и всем, чем можно было для того, чтобы украинский народ, назовем его избирателем в 2010 году, выбрал все-таки Януковича. Выбрали Януковича. Так вот Янукович никак, ни за какие коврижки не собирался убирать русскую военную базу. Я вам больше скажу. Тогдашний президент России Медведев встречался с нашим президентом Януковичем после его выборов буквально через там месяц где-то они встречались в городе Глухов Сумской области. Это недалеко от Харькова. Для того, чтобы обсуждать вопрос и официально Янукович на всю страну, на весь мир, на Украину и на Россию сказал флот, русская база будут находиться в Крыму, потому что это наш братний народ, мы браты и мы значит будем тут держать русские лодки столько, сколько надо. И там это было как-то еще связано, тогда я уже не буду сейчас вдаваться в эти подробности, я их все знаю, но это не важно, это еще было связано тогда с газовой трубой, с этими всеми делами. Вот это было в городе Глухов в 10-м году, где-то по-моему там в мае июне месяце Янукович стал президентом в феврале, а вот в мае июне вот это была их встреча специально, еще Медведев приехал на старой отремонтированной и реставрированной машине Победа, это была такая русская Победа, вот они выбрали Януковича, помогли украинскому народу, они вложили в это миллиарды долларов, вместо того, чтобы приводить в порядок свою страну, они колотились за то, чтобы был Янукович, потому что Янукович им гарантировал, что база будет всегда, и никто ее не собирался оттуда убирать. А срок приходил в 17-м году, в 14-м они начали атаку Украины, начали они атаку Украины, я вам скажу, это совсем не было никак связано с базой в Севастополе в 18-м году в Грузии номер прошел, мир это скушал, как известно Саркази в Грузии этот конфликт в Васье Залагуджево привез туда шпаргалку Путина из шести пунктов и сказал Саакашвили, пожалуйста, сделай вот это, то, что просит Владимир, и у тебя будет все спокойно. Как известно, в Грузии оттяпали кусок территории, в Грузии ничто не спокойно, в 13-м году переизбрали Саакашвили, избрали того, кого надо русским, дальше вы знаете все про Грузию. Так вот, Украина была следующей, и это было всем понятно уже в восьмом году, и в 14-м году мир что-то там акции, санкции, что-то там немножко зашевелился, но, конечно, Украине никто не помогал, потому что, как говорила Меркель, Владимир не в реальности, и его надо умиротворять, и она его уговаривала. Мы знаем результат, какой мы получили вот сейчас, ровно 24-го февраля 22-го года, 21-й век, в центре Европы, убивают, геноцид, украинский народ борется. Я надеюсь, я ответила еще больше. И следующий звонок, добрый день. Алло, да, я уже звонил, я хочу соведущей вашей сереже сказать, я имел в виду, что те, кто за войну до конца, до победного, имеется в виду, которые здесь живут и делают свои выводы, а не те, которые там умирают, боюют, особенно те, которые на завстали стоят. Это первое. Второе. А второе, Севастополь, второе. Просто время проходит, и у людей ну как бы забываю это все. Первый президент страны, который подписал в Беловецкой пуще договор о распаде фактически Советского Союза, ответил Ельцину на вопрос, а что делать с Крымом? Он ему показал кукишу. То есть вопрос Крыма, он всегда стоял в России, запомните это. И когда в 90-х годах, подождите, и когда в 90-х годах в начале, когда распался Советский Союз, провели опрос общественного мнения в России, очень уважаемым социалистским центром, он показал, что 80, больше 80% россиян страдают, знаете, слово страдают, это особо, о том, что нету, Крым ни в России. И это все горело, 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 горело. Окей, мысль ваша понятна, к сожалению, времени остается буквально 3 минуты, поэтому мы по кругу будем ходить таким образом. Я думаю, что Валентина ответила на ваш вопрос, во всяком случае, высказала свое отношение к этому и не имеет дальше смысла. Давайте еще, может, успеем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемая Валентина, я с вами, конечно, согласна, что доходить надо до кордона, до границы административной Украины. А я имела в виду, что несколько областей там какой-то соседних забрать и обменять на Крым, потому что иначе Крым никогда они не отдадут просто так, только если Россия сама по себе развалится. А вот насчет того, почему Крым не защищали, теперь выяснилось, как отца Обама запретил стрелять. Он заявил, что если вы будете стрелять, мы на вас наложим такие санкции, что от вас ничего не останется. Поэтому учтите, когда болеете за демократических президентов. Спасибо большое. Спасибо и вам. Да, было такое, Обама звонил и требовал не стрелять. Это правда. Ну что, будем подводить итоги, у нас остается буквально минутка времени. очень хочется верить, что оно как-то закончится. Но вот по поводу Донбасса, я не знаю, насколько я понимаю, там же еще военные должны принять решение, насколько возможно продвинуться в сторону Донбасса. Туда продвинуться не так просто, потому что там открытое место. То есть, единственный способ, это опять же, использовать какую-то дальнобойную артиллерию. Но тогда это будет все разрушено, все сравнено с землей. Я, честно говоря, не очень вижу, как это можно военным путем вот эти... Сделать. Как-то, наверное, можно, но во всяком случае это непросто сделать. Мне кажется, что это непросто. Сердце крови обливается, когда смотришь, что делают с нашей страной, с нашей землей. Все то, где мирно могли жить люди. Люди жили у нас в стране. Мы только сейчас понимаем, что мы все жили очень неплохо. И страна была сытая, и мир мы кормили, и все было, в общем, как у людей. Но пришли не люди. На самом деле, ни для кого не секрет, если сравнить жизнь среднего украинца не в столице, а в любом там месте где-то, скажем, с российской глубинкой, то это земля и небо. Это земля и небо. И это слышно из этих переговоров, когда русские солдаты звонят к себе на родину в Бурятию или в Красноярский крае. Говорю, слушай, у них тут вот так и так и так. Да, это и внешне выглядело совсем иначе. Это абсолютно. Да. Это правда. К сожалению, времени уже не осталось. Валентина, огромное спасибо за то, что нашли возможность пообщаться с нашими радиослушателями. желаю вам всяческих успехов, здоровья и скорейшего наступления мира на Украине. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо вам, за их сострадание к нам, за участие и за все их переживания, и за ту помощь, которую дают и люди, и страна. Спасибо огромное. И вам, Сергей, спасибо. Всего доброго. До свидания.